Добрый день. Как представила Нина, меня зовут Ольга. Я архитектор-дизайнер. Закончила Новосибирскую архитектурную академию в 2006 году. И уже более 12 лет занимаюсь проектированием и домов, и общественных интерьеров, и частных интерьеров в том числе. И сегодня мы с вами как раз рассмотрим про кухни, но немножко тоже еще про себя расскажу, в принципе, почему я здесь нахожусь и какие у меня объекты были. В принципе, мы занимаемся и строительством, и проектированием, и делали такой значимый объект, как Олимпийский объект в городе Сочи, и Министерство пограничной службы делали. Там у нас был кабинет президента. Ну и другие примеры. Я также являюсь членом союзов дизайнеров и архитекторов и постоянным спикером деловых программ. Так, сейчас немножко. И тема у нас сегодня, конечно же, кухни. Умная кухня. Как вообще можно спроектировать кухну? Как можно ее сделать, организовать именно таким образом, чтобы она была удобная, комфортная? А вообще в зале есть те, кому нужно сейчас именно сделать кухню? Вот, есть, я вижу руки. Да, отлично. Тогда как раз, может быть, вы что-то возьмете для себя, какую-то полезную информацию и можете ее сделать. Ну, прежде всего, конечно, чтобы организовать кухню, нам необходимо функционально спланировать ее, правильно? То есть там должно все находиться нужное, подручные материалы. Но, в принципе, от чего мы исходим, чтобы спланировать кухню? Нам нужна прежде всего планировка, правильно? То есть нам нужно понять, какое помещение, либо это маленькая квартира, либо это какой-то большой дом. И уже исходя из этого, мы, в принципе, и думаем, и проектируем наши кухни. Например, если у нас малогабаритные квартиры, тогда там уже, соответственно, свои какие-то определенные правила идут. Если же это большие кухни, мы можем там, как говорится, с широкой ногой, да, то есть развернуть уже более подробно. Вот здесь мы можем посмотреть. Так, сейчас работает. А здесь... Наверное, показать не могу. Все, ладно, тогда так примерно. То есть мы разделяем кухню вообще на какие зоны? Приготовление еды, то есть подготовка, да? Подготовка что это? Это рабочая зона. То есть нам необходимо где-то стоять, например, нарезать продукты. Нам нужно расположить мойку удобно. Также нам нужно хранение, то есть там различная посуда, может быть, кастрюля или еще что-то другое. Какие-то дополнительные шкафы. Это в общем. И в принципе, чтобы нам спроектировать кухню, конечно же, нам нужно учитывать эргономические особенности. Правильно? То есть мы вообще, люди все разные. И физиологические особенности у нас тоже разные. То есть если мы посмотрим на кухню, то в принципе у нас существуют определенные какие-то нормы. То есть у нас есть размеры. Если нижние шкафчики, они идут, может быть, в 800-900. Но в зависимости от роста человека. Там уже индивидуально подбирается все. То есть мы видим, на каких расстояниях можно организовать нашу пространственную саму кухню. То есть если низкая часть, это от пола до пояса, это примерно где-то 800-900. И в принципе это тоже, как я сказала, уже варьируется. Дальше у нас идет фартук. Там уже 500, может быть, кому-то выше можно, кому-то 600, может быть, даже. И высокая часть. То есть если человек стоит, то ему должно быть комфортно на уровне руки. Мы поднимаем руку и уже, соответственно, туда что-то можем положить, шкафчики. Правильно? Но высокие часто не делают. На самом деле они тоже очень функциональны. И там можно разместить большое количество предметов, которые мы не часто пользуемся, например, но они все равно где-то хранятся. И вот эти высокие, они очень актуальны как раз для маленьких квартир. То есть где недостаточно места, мы можем как раз использовать вот эту верхнюю часть для того, чтобы можно было хранить какие-то определенные предметы. Здесь такое небольшое вступление. Я ездила на Венецианской Абинале в этом году. И там победили швейцарская компания. Они сделали такие интересные кухни. То есть представили шаблон именно вот на первой картинке, если вы видите, там уже такая большая кухня. То есть человеческого роста можно даже руки поднять. И тогда уже… Ну это такая игра некая, но все равно она отражает вот эти потребности, именно эргономику кухни. То, что должно все-таки быть функционально комфортно. Либо это совсем маленькая кухня. Также вот дверь. Тут видите, да, изображение такой двери. И имитация маленькой и большой двери именно. Ну и теперь давайте вернемся к нашим кухням и рассмотрим определенные правила. Как же проектировать нам кухни? Как правильно организовать кухонное пространство? И для этого используется правило рабочего треугольника, которое мы сейчас все рассмотрим. То есть существуют разные правила. Это… Есть вот Г-образная первая картинка. Наверное, вот так вот Г-образная первая картинка. Потом у нас идет именно островная, П-образная, параллельная. То есть у нас параллели идут. И линейная. Это мы сейчас более детально рассмотрим по каждой кухне. То есть начнем с линейной как раз. Если посмотрим на такую кухню, это, кстати, фото Леруа Мерлен во Франции. Они проектируют такие вот кухни интересные. Почему я это говорю? Потому что я сама являюсь тренером в Леруа Мерлен. И мы проектируем шоу-ру. Мы там делали даже. Поэтому это тоже как близко. Поэтому использую этот материал. Но, соответственно, как вы думаете вообще? Может быть, пообщаемся немножко линейно? Это вообще удобно? Как вы считаете? Вот если кухня расположена в одну линию. Прямоугольная кухня. Что? Прямоугольная? Самая удобная, да? Ну, тут на самом деле, знаете, вот для вас, может быть, самое удобное. А вот, может быть, если кого-то другого спросишь, он скажет, нет, знаете, вот как-то мне островная. Мне нравится, чтобы там большое пространство было. То есть здесь каждое индивидуально, да, мы рассматриваем все это. То есть мы видим вот линейная кухня. И здесь, конечно, очень удобно подошел все небольшое, маленькое пространство. Значит, для каких это квартир, может быть, то есть небольших каких-то, да, малогабаритных квартир, как раз мы можем использовать вот такие вот линейные кухни. Здесь как раз все под рукой. Но не надо забывать, что у нас должно быть, конечно же, расстояние между плиткой и мойкой. То есть не должно быть по технике и безопасности распределение плитки и мойки рядом. То есть там определенное должно быть расстояние. Здесь вот, если мы посмотрим, как раз тоже изображена линейная кухня вот на первой картинке. И, соответственно, нам нужно здесь разместить обеденную зону. Мы обычно ее размещаем напротив стены, так как в основном это квартиры идут, поэтому здесь уже можно еще поиграть. Но такой самый ходовой, самый распространенный, что именно обеденная зона находится напротив. И, соответственно, мы размещаем здесь еще и освещение. То есть нам нужно подсветить, да, и как рабочую зону, так и зону обеденную. И здесь вот, когда мы проектируем кухню, в принципе, нам необходимо всегда размещать розеточки. Есть определенные правила, которые нужно тоже учитывать. Это, например, розетки для стиральной машины или посудомоечной машины. Они должны располагаться не за ним, а рядом с ним. То есть и духовой шкаф или микроволновка, они должны примерно где-то в цокольной части располагаться. То есть это тоже кухонщики. Они, конечно, все это знают, они все это учитывают. Но, в принципе, если вы будете делать для себя, вам это тоже может пригодиться. Здесь у нас параллельная планировка кухни. То есть когда кухня находится друг против друга, да, то есть в два ряда. Но на самом деле, когда, если это длинное, какое-то длинное помещение, это не совсем удобно. Может быть, при расположении той же обеденной зоны, да, то есть нам нужно будет тогда продумать, куда же поставить стол, потому что не всегда это комфортно. Но можно организовать, например, вот возле окна, как здесь, да, предложено, какой-то небольшой мини-стол, и там уже сидение, то есть организуется какая-то лаунж-зона, такая специальная, где можно посидеть, отдохнуть или покушать. В принципе, либо вот здесь вот на картинке показан такой вот стол выдвижной, то есть чтобы сэкономить вот это пространство, в принципе, его даже можно как-то трансформировать, может быть, задвинуть, то есть это тоже можно использовать. Здесь вот представлена Г-образная кухня. И вообще кому-то кажется, что это, может быть, это самое удобное. Нет, такого нету мнения, вам кажется, да? Да, потому что здесь тоже все находится под рукой, то есть, может быть, в одну линию, да, удобно перейти туда. Здесь, когда у нас такое Г-образное, можно, например, сократить вот это вот расстояние, чтобы проходить, например, от треугольника, что у нас входит. Это плитка, холодильник и мойка, правильно? То есть вот здесь. И для каких-то как раз небольших квартир это может быть даже очень удобно. Здесь мы видим тоже, как расположена Г-образная кухня, то есть объединенная зона, да, какое решение, то есть мы переносим его в другой угол. Либо вот здесь тоже показано, как именно заворачиваются, да, такие шкафчики. Это помещение, которое выходит в коридор, мы тоже можем использовать. Еще есть такая П-образная кухня. Это в таких небольших, может быть, кухнях. Но здесь вот, если мы посмотрим на такую кухню, ну, она удобная. Там может быть много какой-то стройной техники расположено. Ну, обеденную зону там разместить уже очень сложно, да. То есть нам нужно будет ее выносить, например, вот как здесь показано на той картинке. То есть стол уже выходит как раз за пределы кухни. Либо вот здесь. Но зато здесь можно, такой получается дополнительный плюс, что здесь можно расположить различные, например, колонны, да, тут у нас стоит. Мы видим и микроволновка там встроенная, и духовка. Так, что-то не в ту сторону сейчас. Так, П-образная у нас идет. И здесь вот показана островная. То есть когда располагается остров. Но остров, на самом деле, для этого уже требуется побольше, да, помещения. То есть мы, если посмотрим, нужно определенное расстояние, например, метр хотя бы, чтобы между островом было, и даже метр двадцать. Если, например, шкафчики какие-то там встраиваются, тогда нужно будет уже, чтобы хватило места открыть эти шкафы. То есть все это продумывается, конечно. И когда делаются вот такие кухни с островом, необходимо как раз где-то, ну, чтобы площадь была минимум двадцать метров квадратных. Вот здесь вот мы тоже посмотрим. Видите, какое решение? Здесь, например, остров, да, решен, и стол обеденный. То есть мы знаем, что обеденный стол, это у нас ниже, да, вот этого самого... Если у нас рабочая зона девяносто сантиметров, то обеденный семьдесят пять примерно. Поэтому он ниже получается. И когда мы устраиваем вот это вот, чтобы комфортно, удобно было сидеть, мы располагаем именно вот в таком образе. Это наш проект, который мы делаем в доме. Здесь как раз тоже островное показано. То есть мы расположили остров. Здесь такая, скорее всего, знаете, вроде бы и П-образная, то есть она со всех сторон. То есть получается, что вообще можно комбинировать. Не только там, например, линейная или П-образная. То есть мы можем брать уже и комбинировать. Это может быть и островная, и полуостровная. Здесь как раз мы показали, что остров будет с мойкой. То есть заказчица, она хотела, чтобы именно мойка была посередине. То есть две мойки. Потому что, говорит, когда подходишь к одной мойке, уже второй человек не может подойти. Может быть, вы тоже знаете, да? Когда стоишь, что-то готовишь, делаешь возле одной мойки, а уже кто-то другой не может тебе помочь подойти. Поэтому как раз организовывается такое пространство. Именно две мойки. Но для этого, конечно, как мы говорили, нужна большая площадь. То есть здесь пределы где-то 30 метров квадратных площадь кухни. И подбор материалов, конечно же. После того, как мы делаем проект, потом подбираем материалы. То есть какая будет столешница. То есть можно столешницу сделать из камня, какого-то искусственного, либо натурального, либо специальной есть столешницы. Поэтому, когда именно подбираем, мы прежде всего смотрим, какой материал. Сначала цветовые предпочтения. То есть что хочет заказчик сначала. В принципе, может быть, ему эконом какой-то вариант. Может быть, он хочет подороже, чтобы это было. То есть уже учитывая его пожелания, мы подбираем материалы, проектируем и потом реализовываем, конечно. Здесь вот тоже показан смешанный тип. Здесь и остров есть у нас, мы видим, и П-образные. То есть это как раз, как мы говорили, для больших помещений. Здесь показана тоже кухня. Это кухня полуостровная. То есть здесь в ней вроде бы и остров присутствует, но на самом деле он примыкает к стене. Это частый такой прием, который используют сейчас в оформлении кухни. И здесь вот показано на первой картинке это 3D, на втором это фото. Ну, это простая кухня, но в принципе такая лаконичная. И это то, что я говорила в Леруа Мерлен. Мы делали такие шоурумы, проект, чтобы, получается, такие готовые решения. То есть мы разрабатывали подбор материалов, то есть какие кухни будут. У них есть свои определенные коллекции, которые делаются там, в принципе, по цене. Это эконом получается. И в разных стилистических направлениях. То есть может быть классика, может быть современный какой-то стиль. И, соответственно, здесь вот мы видим материалы, какие выбирались для фартука. То есть может быть это плитки какие-то различные, может быть вот как ромбики, или есть такая плиточка еще кабанчик. Вот как кирпичик, только она еще с такими вот срезами, может быть знаете, да? И следующее – это композиционный центр. То есть для кухни нам нужно… То есть мы определились. Сейчас быстро. Времени мало, к сожалению. Но постараюсь побыстрее. Композиционный центр. То есть мы когда в кухню приходим, нам нужно, чтобы глаз куда-то упал. Просто на что-то обратил внимание, так скажем. И когда мы смотрим именно на кухню, то, может быть, это будет фартук какой-то, может быть, это будет остров, который на себя принимает взгляд. Также можно зонально разделить пространство кухни при помощи… Вот, например, здесь пол у нас показан. Мы разделяем плиткой, например, и паркетом. Либо это могут быть перегородки какие-то. Либо здесь вот мы видим барной стойкой, разделили пространство, когда совсем такая мини-кухня, гостиная. Здесь может быть даже подиум. Сейчас, на самом деле, уже это реже делают подиум, потому что это неудобно спотыкаться, ходить. Но все равно, тем не менее, такой способ существует. Или, может быть, плиткой яркой, каким-то акцентом можно выделить именно фартук. Такая светлая плитка. Светлая кухня у нас лаконичная. И фартук настолько активный, яркий, что он тоже является таким неким акцентом. И про умный дом тогда быстренько пробежимся. В принципе, умный дом – это у нас все это управление, сценарное освещение, может быть, кондиционирование. Может быть, вы задаете какую-то свою программу. Например, вы говорите, я хочу прийти, чтобы сегодня… Например, подъезжая, вы включаете уже у себя на смартфонах программа, которая именно ждет вас. То есть отдых какой-то, да? Семейный вечер вот здесь есть. То есть вот здесь вот мы видим все это. Видеонаблюдение, домашний кинотеатр, удаленное освещение, программы. Пылесос есть такой, включил. Приезжаешь, у тебя дома уже чистенько все убрано. На самом деле это есть. И у меня есть такой пылесос. Очень удобно. Я прям радуюсь. Этот тоже здесь вот подъезжаешь, уже все сценарии освещения работают. Это я так на будущее вперед хотела вам тоже показать. Немножко есть в Японии такой уже робот, который готовит еду. Какие-то рецепты у него заложены. Он уже готовит и выдает. То есть все это будущее уже идет к нам. На самом деле это все близко. И такие вот интерактивные панели будут, которые задают как раз… Вот здесь вот показано, хорошо отражается, что здесь видно именно рецепты, рецепты, какие-то новости. То есть тут же плитка готовят. Ну, в общем, все это близко, все это будущее. Это вот… Есть такое видео, даже в интернете можете найти, когда просто стена глухая, она нажимает на кнопочку и открывается, и там у нас встроенная машинка стиральная. И вот такие вот интерактивные панели. Это для оформления фасада. Это тоже все уже есть. Ну, это как новинки какие-то. Здесь вот мы видим трансформирующееся пространство. То есть совсем небольшие квартиры, как можно решить. Например, кухня, встроенный шкаф. То есть мы открываем и видим, что там вот такая мини-кухонка сделана у нас. Либо здесь вот скрытые в шкафах. Так, у нас времени мало уже, наверное. Быстренько про планировку расскажу. Что, в принципе, конечно, когда хочется устраивать какое-то эргономичное, такое интересное помещение, наша планировка не всегда позволяет. То есть мы приходим, и нам нужно, например, кухню перенести. У нас желание такое есть, а нельзя. Потому что там нужно идти пересогласовывать. Например, под жилыми комнатами там нельзя. Вот эти вот помещения влажные располагать. Но есть такие хитрости, которые можно, например, сделать. Здесь мы видим планировка. Кухня у нас находится вот в верхнем правом углу. Перепланировку мы когда делаем, мы ее располагаем в другой нижний угол. Это можно сделать в том случае, если у вас там кладовочка. То есть мы видим, да, вот здесь внизу мини-кладовка. И получается, мы там делаем мини-кухню. То есть мы переносим вот эту вот кухню именно в то пространство, где мы можем сделать это. Но, конечно, где жилая комната, там нельзя. Существует много правил, которые могут вам согласовать или не могут согласовать, этим всем занимаются. Это все можно сделать. Но нужно, конечно, над этим поработать. Здесь представлено как трансформер квартира. Именно при помощи перегородок можно разнообразно изменять помещение. То есть открываются глухие перегородки, стеклянные перегородки. То есть это все выполнено в одной квартире. Все сделано и трансформируется. То есть каждая мебель. Здесь вот встроенные шкафы, которые очень хорошо именно создают зону хранения. И при помощи вот таких вот перегородок можно небольшую квартиру сделать трехкомнатной квартирой. То есть если у вас однокомнатная, вам хочется, например, увеличить пространство или в гости к вам приехали, вам некуда положить, отделили перегородки и вот вам, пожалуйста, две комнаты получаются. То есть здесь вот использование, как раз кухня полностью закрывается. Итак, давайте подведем итоги. То есть для какого-то определенного функционала нам нужно, как сделать вообще такую комфортную кухню. То есть используя какие-то правила, вот эти, да, нужно соблюдать, учитывать, прежде всего, планировку. И исходя из этого, мы берем и организовываем наше пространство. То есть мы с вами просмотрели, может быть, это линейное, если у вас маленькая квартира, если большой дом, это островное может быть. Поэтому все это вы можете использовать. И если у вас какие-то возникнут вопросы, пожалуйста, подходите, либо пишите, звоните. Я готова вам помочь и, в принципе, проконсультировать. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.